вот такой ракурс думаю будет получше так что-то немножко сместил вот так вот это вот как раз прикрепил на мой на мое кресло будет удобней и на небольшом оптическом зуме еще немножко масла масло очень много может быть нормально будет короче это раз шурупа баночка такая масло ну я одну порцию вылил конечно там было много было много всего ай блин подгорает так вот конечно хочется полюблю яичницу глазунью я думал перемешать попробую сверху я и пичка от видно вроде нормально кто-то поле пили бензопилой что-то блин опять глаза вея у меня тут кто-то бензопилой что-то пилит вроде бы слышно даже вам должно быть здесь пилить то по идее нельзя ну все и вываливаю яйцо блин немножко не получилось-то сбилось оно чай как видите видите да он вот вон там вон в углу заваривается пока только елки застал вода светло-светло-зеленая поем яичко так еще рано растеклось но ничего еще чуть-чуть и все равно я съем я бы чуть-чуть что-то хорошо-то в лесу друзья место здесь конечно вроде нормальная дорога полкилометре тоже что-то делают ну и все вот и все друзья сейчас я пока поставлю на паузу чаек заварю поближе чтобы он еще раз закипел и это должно немножко остыть иначе будет очень горячо так чай у меня заваривается так надо остыть опа-па опа пушеньки папа хлебушек так надеюсь меня нормально видно так что я люблю девушкам помыкать желток ммм на природе рядом с костром такого я еще не ел вадим с андреем канала лесные тропы жарили яйца в одном из последних своих видео они просто яйца жарили я тоже что-то захотел в лесу пожарить яйца ммм вот этот рыбный фарш с яйцом блин как все вкусно всем приятного аппетита извиняйте уж что ем при вас но бегите в холодильнику надо было сказать заранее не плетаем за обе щетки наводите себе чаек делайте бутеры еще что-нибудь посерьезней яйца смотреть мое видео блин как великолепно я бы конечно отключил камеру сейчас уже дабы вы не захлебнулись слюной но не хочу вставать так хорошо ай просто красота у меня еще есть три маленькие сосиски время сейчас в час десять быстренько и все направился посижу подумаю может вам свои мысли скажу какие это стоит того как же мне было вкусно просто великолепно так пока выключаю сейчас заварю себе чай сейчас подумал снимаю себя сверху одну лысину мою наверное видите налил чайка что-то вроде вылил грамм семьсот неужели выкипело осталось пол котелка ну и даже не полную кружку налил даже не полную кружку налил так что то мне кажется что не смогла я зон то отключил хоть да зум отключил да вроде нормально не знаю не знаю не знаю да везет задул о о о о о о о о о Андрея прото все рассказывает Так, а такие кресла удобные. Согласен, удобные. Кусок ткани какой-нибудь нужен. Какой-нибудь нужен. Вот гамак очень хорошо. Я прям вообще нарадоваться не могу. Ни разу не жалею, что купил его. Что-то за 200 или 300 рублей. Конечно, именно как гамак. Он так себе, маловат. Но при желании можно растянуть его. Ну и отдохнуть более горизонтально. Но и вот так вот хорошо. Да даже просто растянуть его между двумя деревьями. Потуже. Чтобы можно было сидеть. Ну хотя скамейку на двоих человек уже не сделать. У него максимум 90 килограмм что ли. Где 80. А я уже вешу больше. Я 90, наверное, вешу. Так, попробуем чай. Тут у меня, пока я ел, он покипел немножко. Вместе с иголками. Из чаем. Двумя пакетиками. Думаю, не выделилось ли... Не выделилось ли чего лишнего из иголок. Сахарку добавил. Ой, как замечательно. А еще кое-какие походные обновы. Купил две кружки. И поджопники. Поджопники обычные. Хотел взять с собой один. Купил три поджопника. Но они по 60, по 64 рубля. Толстые. 18 миллиметров. Хорошие поджопники. С фольгой с одной стороны. С резинкой. С фастексом. Хотел взять и что-то забыл. Но, в принципе, сейчас они ни к чему. Потому что сижу я на кресле. Мне в основном нужны в зимнее время года, чтобы не морозиться. Не морозить жопу. И не мочить ее. Раздувать костер им удобно. А летом, не знаю, наверное, возьму как-нибудь. Ну, сначала я когда пойду. Если пойду. Так, можно ставить сюда. То обязательно возьму. Купил три. Потому что дешево. По 64 рубля. Но они реально хорошие. Потому что я смотрел в магазинах в Спортмастере 300 рублей. Мне что-то жалко стало. 300 рублей за такой кусочек. А тут жена нашла где-то сайт совместных закупок. Она частенько тарится на совместных закупках. И здесь именно интернет-магазин все для туризма, для рыбалки, что-то подобное. То есть там много чего. Ну и там такие оптовые магазины бывают. где-то минимальная сумма заказа там 10 тысяч, 20 тысяч. Понятно, что одному человеку не надо. То есть один человек открывает как бы лот и говорит, вот выбирайте люди, кому что нужно. Все выбирают там. И когда набирается 10 тысяч, как бы раз, лот закрывают и отправляют в заказ. Потом приходят там в эту контору. Ну это не просто люди, это конторы этим занимаются. И там уже приходишь и забираешь. Вот. Ну и там реально дешево. То есть вот поджопники вот эти вот туристические коврики или сидения мини-каремат 64 рубля. Вообще класс. И там же купил двое носков, термоноски и тепленькие с шерстью, с нейлоном. Сейчас окрас в них. Ну нормально. Нормально. Пока ноги не спотели. Как бы не жарко. Все хорошо. Ну и в берцах. Берцы не пропускают. Думаю, ни в воду, ни влагу. Ну, ничего так хорошо. Мне нравится. И вот. И там двое носков. Носки по 190 что ли или по 210 рублей. Только я не понял. Я вроде заказывал одну пару, пришло две. То есть получается за две пары 210 рублей. Ну да, скорее всего так. И две кружки. две кружки. Там что-то одна кружка не алюминиевые, стальные кружки. Одна что-то рублей за 20, 22, вторая за 30. Вот что-то вообще копейки. Вот я реально когда увидел, чуть не офигел. И там размеры вообще разные. Я купил самую маленькую, но я не знаю, там, я думал, она, если честно, побольше. Пришла маленькая, ну чуть ли не 100 грамм наверное, может 150 максимум. 200 нету маленькая. Но самое интересное, что у нас с крышечкой и ручка, ручка съемная. То есть, ну для маленькой это не актуально. Вторую кружку я купил большую, там наверное, ну либо 750 она больше, это и значительно, либо 750, либо даже литр мне кажется. Ну надо померить потом. Она такая шире, выше, тоже с крышечкой и тоже с ручкой. Вот из нее я хочу сделать котелок, то есть просверлю здесь вот с двух сторон две дырочки и проволокой так вот, как у ведра душка сделаю, съемная. И самое интересное, что ручка-то съемная. То есть, когда нужно будет прокипятить, там воду вскипятить или там сварить даже супчиком можно, там потушить что-то в овощи, картошку. Ручку снял. Все сварилось. Котелок горячий, ручку приделал, держишь за холодную ручку, кушаешь из нее. Но я покажу обязательно еще. Сначала хотел взять все с собой, чтобы вам показать, а потом что-то рюкзак у меня совсем маленький и так под завязку все набил. То есть котелок, кружка, несколько воды литровая. Ну и так по мелочи, то есть что я всегда с собой беру. то есть использовать кружки я бы не стал, просто тащить, чтобы показать. Места не было. Обязательно покажу. Может быть дома даже. Ну а сайт, сайт если сейчас кому-то станет интересно, я даже не найду сейчас, что за сайт, потому что это совместные закупки водят в Тюмень по другим городам. Ну конечно есть наверное конторы. Ну не знаю, не знаю, короче. Ой, как хорошо. однако сейчас я еще и сосиски поджарю. Сначала я вроде как не наелся, сейчас уже у меня опустилось. Чаек хорошо догоняет. Думаю, не потащу уже домой сосиски. Три маленьких сосиски. Сейчас сделаю шампурик, пожарю и съем. Надо попробовать как-то на противоположное дерево что-ли присобачить камеру, чтобы меня нормально было видно. А то вдруг совсем ракурс некрасивый получится. Придется все это вырезать. Хотя, что мне вырезать? Снимаю все как есть. Ой, у меня все разморило. Можно даже дремнуть чуть-чуть. Ай, хорошо. Ладно. Пожарю сосисок. Сыпа. пристроил палку возле дерева. Вроде нормально. Видно и костер, и кресло. Ракурс более привычный. у меня видно. Так, малочку как будто состригал. Сосиски. Малышок. Малышок. Я ж надрезал. Где я тебя надрезал? О! Опять здороваются со мной. Как же хорошо. Время всего пол второго. Домой не хочется, а еще и не надо. Рена тоже там что-то сначала планировала, где отвезти к деду еще чего-то. Или мне посидеть с детьми там и увезти куда-то. Я говорю, нет, я в торе колесе среды сказал, я еду без. Только нет никаких, чтобы, на скольки, не знаю. Ночевой может долго, может долго. Как получится. Вот кресло, значит одна сторона привязана, вторая подвижная. То есть вот этой подвижной стороной можно как бы менять. Повыше, пониже. Вот так вот можно здесь пониже. Очень удобная штука. Чай покипел уже опять. Пока ходил стругал палочку. Чай опять закипел. Где-то я потерял свой старый чайный набор. Пришлось сделать новый. Вернее яйца вот здесь из-под киндера. Нравится мне. На раз, раз высыпал порция и все. Я вот три с собой беру. Как правило, одну или две с собой назад. Вернее яйца в карман. Все в карманах. Анорак удобный. Карманы большие. То есть все. У меня и ложка, и вилка, и шапка. Полотенце. Все при себе. Ну вот и села батарейка. Не знаю, насколько там что записалось. Что вроде сразу сликало. Так, так, так. У меня в карманах столько всего, что уже... Что уже... Так. У меня это вилка. Это вилка. Можем убрать. Так, ложка-ложка. Поварешка. Ой... Твои блины. Какая-то чё-то. Ну, понятно, сильно ухо теряется. сосиски пригорелые с этим самым золой еще раз всем приятного периода воды надо с собой брать больше даже вот такой короткий одиночный поход даже вот просто на несколько часов я взял литр должно хватить что-то на чай там ни одному литр каждую с одной стороны да сейчас вот оставил там грамм наверно 100 воды чисто попить на обратную дорогу если захочется пить чай весь уйдет и опять кружка не полная кружка пол литра но как раз 375 нам показывает отсечка два раза чай попить и то я бы посидел еще с чайком вот сейчас вот выпью и все короче даже на одного надо брать полторашку минимум а лучше два литра только на чай литр на чай потом 05 так попить так что две литр ручки надо брать рюкзак мне надо даже если еще взять пляжку мою то она уже не влезет сюда костерок так так фу ну что ветер то сменимся что ли фу блин стирок горит догорает подбрасывать не буду у меня вон еще с прошлого раза деревяшки то есть все лежалые то есть думал может быть будут сырые что они не будут гореть нифига то есть они лежали под снегом снег рестайл они все в себя впитывали дождь был это вчера вроде бы нет короче не важно но погода влажная и один фиг я их напилил вообще только за здрасте загорелись сразу вот такие пироги много о чем хочу поговорить скажем просто разговоры и разговоры у костра может сейчас сейчас если говорить то это получится все вместе и так у меня как бы солянка нет определенной темы говорю обо всем о чем хочу но хочется сделать видео именно на конкретную тему чтобы так скажем посмотрели именно эту тему просто кому то может быть не интересно смотреть такое длинное видео с моим походом с моим походом где я просто где-то что-то об этом поговорю об этом поговорю конечно я затрагаю где-то всякие но в общем все эти видео отдельно но где-то а именно хочется поговорить о ютубе о ютуберах о ютубблокерах какие-то о заработке о ютубе о заработке об отношениях между ох ты чуть не упала кружка не горела не горела это одна тема о ютубе о блогерах такая вот совместная о рекламе на ютубе на заработке потому что в последнее время что-то пошло пошла такая тема заработка на ютубе вернее она пошла давным-давно уже но с этим моего круга общения в ютубе я имею ввиду не раз поднималась вот в последнее время эта тема не хотел бы так вот переписываешься с разными блогерами заливуха на живой обзорщик обзорщик то есть обзоры хоть и поверхностные но он показывает ножи часто много и в основном интересные и новинки и старые то есть высказывает свое мнение высказывает свое мнение может быть иногда понятно что у каждого человека мнение свое обзоры говорю слегка так поверхностные хотя он рассказывает историю но дает человеку посмотреть хотя бы на нож не просто по картинке в интернете или каталоге а хотя бы внешние его минусы и плюсы и вот мы с ним как и переписывались не так давно по поводу заработки на ютубе рекламы канал GVGG4 тоже хороший ножевой канал там ножи еще более интересные он тоже что его обменяют в рекламе что он говорит что ножи ему предоставляет нож резать рук он снял видео даже что какая-то не реклама он ничего не получает короче я уже начал вдаваться в тему ладно не буду будет отдельное видео и скажу когда хотелось бы конечно сделать это в формате разговора у костра может быть это будет какой-то домашний подкаст еще какой-нибудь может просто прогуляюсь по парку очень очень не знаю как это будет но как небольшой анонс видео будет но когда будет не скажу и вообще это видео будет скорее всего никаким не коротким также про свой канал не планы а какие-то мои размышлизмы разные как сделать так и так вот одна тема будет может быть про мой канал отдельно видео но это так чисто чисто для подписчиков на прозорнице тоже хотел сказать это это что-то я думал что будет видео интересное то есть когда анонс там люди писали подавай будет интересно снимай там снимай побольше я снимал все подряд все что мог я хлеб съел что ли снимал все что мог в итоге видео про озорницу набирает там по 30 просмотров 50 70 просмотров может быть зря я выкладывал концертные видео какие-то потому что немало кому интересно но что-то я принял ощущение что мне жалко своих трудов я снимал старался это все-таки смотрел на все это через объектив камеры чтобы все более-менее нормально получилось и просто это в никуда для личного архива мне это особо не надо поэтому выложил все все что наснимал ну нет не все то есть концерт там примерно половину я я во-первых снимал не весь концерт там снял примерно половину примерно половину из того что наснимал я тоже не вызвал потому что ну там по всем как я почиталась не особо интересно иначе видео было бы ну наверное еще в два раза больше наверное надо было бы по идее сделать один ролик максимум два скомпоновать все а не делать а не выкладывать все что я наснимал полностью но мне во-первых на это надо было время а во-вторых у меня я так и не научусь нормально работать видеоредактором у меня есть Sony Vegas я в нем делал уже пару роликов но вот какая-то фигня я не могу понять естественно я скачал кто-то торрент или Shazam или Sony Vegas когда я снимаю видео на телефон информацию нормально все могу редактировать когда я снимаю вот на камеру на фотоаппарат Nikon он пишет что не хватает каких-то плагинов плееров или еще чего-то предлагает скачать я скачиваю вообще ни фига короче видео с камерой у меня не получается монтировать кроме как в самом ютубе видеоредакторе ну разговариваю сейчас со стиском устыбак по идее надо было сделать ролик с музычкой с нормальными с боями интересными там еще пару роликов может может быть и сделаю думаю сейчас уже зачем людям это неинтересно а мне тратить свои силы время на этом думаю уже мы будем еще делать позорницу и конечно был удивлен что ролики из-за запусков с египтом подводные видео мне вообще это очень нравится я с муланком нырял жестоко раз пять наверно даже больше семь я считал это любительское естественно хочу получить пройти курсы профессиональные чтобы самому уметь налаживать оборудование и так далее это стоит денег не таких больших денег но времени есть у меня в планах такое не просто вот так поплавать с маской пустим голову просто вниз там такая красота люди опять же не оценили ладно не оценили с просмотром мало опять же роликов у меня было много первые может быть еще и посмотрели а потом думают ученые тоже смотреть через экран ну да наверх вот так похлебаю немножко почему так нагрелся опять сильно неуютно здесь неуютно я так и думаю что сейчас кто-то добудет какой-нибудь леснадзор или еще что-нибудь покажут чего там жжешь жжешь костры штрафы конечно наверно болтаюсь но просто даже знать что здесь где-то неподалеку люди и уже не очень не знаю кто еще не все в эфирах но с ночевкой надо сходить обязательно я бы и с семьей сходил но блин с семьей жена тоже когда спрашивала про планы на выходные говорю в лес пойду на возьми нас с собой я говорю так пошлите но я не хочу возле машины потому что там где есть подъезд на машине там там люди там мусор здесь вот близко машина можно подъехать и то вот здесь место вроде чистое отойти 100-200 метров все уже грязно ну а как а с ребенком а хотя можно люди ходят в походы с маленькими детьми тот же Денис Доропей но они правда на великах на велик я не люблю но их пеши походы там какая-то люлька у них была заплечная рюкзак ноги припекает вот так вот сяду недалеко а так вот я же далеко то не хожу километр отойти почему бы и нет но значевка если ребенок там конечно их знает спальный мешок у меня один палатка хоть и трехместная но вдвоем там уже тесновато ну мне подлиннее и хожу я палатка два метра два на два но там у нас косы короче прямо неудобно по диагонали хорошо а втроем или в четвером там вообще нехорошо короче надо закупать оборудование на всю семью посмотрю что там у меня с камерой сейчас закончится ролик да нет вроде пишется так сделаю-ка я паузу